Йонас Шостетт, член шведского парламента, отправившийся в город Кашгар в Восточном Туркестане, сообщил, что репрессии оккупационной китайской администрации против уйгурских турок можно увидеть повсюду. Вооруженные до зубов полицейские патрулируют улицы и везде ведется наблюдение с помощью камер. Йонас Шостетт проехал на автобусе через Кыргызстан в город Кашгар в Восточном Туркестане и сообщил, что репрессии китайской администрации против уйгурских турок можно увидеть повсюду и что вооруженные до зубов полицейские патрулируют улицы. 28 сентября 2023 года дипломат Шостетт написал в своем аккаунте в социальной сети. Кашгар был таким же потрясающим, как я себе и представлял. Здесь были древние улицы, уличная жизнь и самобытная уйгурская культура, очень напоминающая другие страны Центральной Азии. Город был построен в период расцвета шелкового пути. Бродить можно было часами, посещая чайханы и мечети, но… Уйгуры со всего мира помнят о 74-й годовщине китайской оккупации. По этому случаю в Стамбуле прошла выставка живописи и культурное мероприятие на тему «Мы рассказываем о геноциде в Восточном Туркестане». Мероприятие провели в штаб-квартире Национального союза турецких студентов в Стамбуле при поддержке многих организаций, таких как Международный союз НПО Восточного Туркестана, базирующийся в Турции, Национальный союз турецких студентов, Фонд гуманитарной помощи, Фонд Эрбакан и других. Ответственные лица организовали выставку, панельную дискуссию и демонстрацию культурных и художественных работ, описывающих систематические преступления, которые Китай годами совершал по отношению к мусульманам, уйгурам и туркам. В мемориальных комнатах участники смогли почувствовать, как жили угнетенные люди в Восточном Туркестане в лагерях преследования. Администрация Байдена предупредила Пекин о планах обновить правила, блокирующие поставки чипов искусственного интеллекта и транспортных средств для производства чипов в Китай уже в начале октября. Министерство торговли США, которое осуществляет надзор за экспортным контролем, заявило, что работает над обновлением экспортных ограничений, впервые опубликованных в прошлом году. Другие источники сообщили, что обновление направлено на ограничение доступа к большему количеству инструментов для производства чипов в соответствии с новыми голландскими и японскими правилами и устранение некоторых пробелок в экспортных ограничениях на чипы искусственного интеллекта. США заявили, что Китай должен использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы побудить страну предпринять шаги по деэскалации напряженности вернуться к дипломатии. На своей ежедневной пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер ответил на вопрос о растущем сотрудничестве между Россией, Китаем и Северной Кореей. Отметив, что Китай имеет уникальные возможности для того, чтобы побудить Северную Корею предпринять шаги по деэскалации и вернуться к дипломатии, Миллер сказал, что Пекин должен использовать свое влияние, чтобы побудить Пхеньян сделать это. Сообщается, что крупнейшая российская энергораспределительная компания Интеррао начала сокращать поставки электроэнергии в Китай. В письменном заявлении Интеррао было указано, что Монголия согласилась с повышением цен на импортируемую из России электроэнергию и что поставки в эту страну продолжаются. Подчеркивая, что переговоры с Китаем о повышении цен продолжаются, в заявлении говорится, что именно по этой причине поставки частично сокращаются.